Пять государств Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан – являются соседями Китая и одними из основных получателей китайской иностранной помощи, различных грантов и льготных кредитов. Я бы хотела отметить три особенности китайского подхода к оказанию иностранной помощи. Во-первых, это отсутствие условий. Китай, в отличие от западных доноров, не выдвигает требования к получателю по соблюдению каких-то норм или проведению реформ. Во-вторых, это приоритизация видов помощи, максимально отвечающих местным условиям, нуждам и желаниям, которые, конечно, определяются местными элитами. И, в-третьих, это акцент на развитие человеческих отношений, человеческих контактов на разных уровнях, начиная с самого высокого уровня руководителей государств, на правительственном уровне, до самого местного регионального уровня. Такой подход помогает Китаю культивировать теплые отношения с элитами региона. И, как мы это видим на примере Кыргызстана, даже если происходит смена людей во власти, эти хорошие теплые отношения очень быстро восстанавливаются. Обе стороны, как предоставляющую помощь, так и получающая эту помощь, проявляют чувствительность к ожиданиям и пожеланиям друг друга, и мы видим соответствующую адаптивность в их отношениях. Центрально-азиатские лидеры знают, чего от них ждет Китай, особенно это касается вопросов Синьцзиана. Китайское руководство прикладывает много усилий для создания хорошего к себе отношения и проявляет уважение и щедрость по отношению к странам региона. Различные материальные подарки от китайского народа, так называемая безвозмездная помощь, являются важным компонентом китайской иностранной помощи. Китайский народ дарил и продолжает дарить тракторы и автобусы, военную технику, полицейские машины. Китайские компании строят в регионе школы, больницы и даже правительственные здания, как мы это видим в Таджикистане. Китайское правительство предоставляет много стипендий студентам из региона, а также финансирует многочисленные тренинги для госслужащих и для офицеров из стран региона. Китайская иностранная помощь, особенно компонент безвозмездной помощи, на мой взгляд, играет важную роль в выстраивании нового китайцентричного мирового порядка. Китай проявляет великодушие по отношению к развивающимся странам, оказывает и помощь, и те, в свою очередь, считаются с китайскими интересами и поддерживают международный подъем Китая. В чем-то, на мой взгляд, это напоминает старый китайцентричный порядок, так называемую даническую систему, это tributary system, в которой отношения между Китаем и его соседями, включая центральноазиатов, центральноазиатские государства, образования, Коканское ханство, Казахское ханство, каркейские племена выстраивались, регулировались с помощью иерархичного и ритуализированного обмена подарками. Центральноазиатские элиты и не только элиты ценят китайскую помощь. Конечно, многие люди в регионе благодарны Китаю за построенные школы, больницы, за гуманитарную помощь, оказанную в самые сложные моменты, за маски, вакцины, полученные во время пандемии COVID и так далее. Китай, конечно, вносит ценный вклад в развитие образования, в профессионализацию местных кадров, но также стоит упомянуть и опасения, которые существуют в регионе в связи с растущим присутствием Китая. Есть люди, которые с подозрением относятся к дарам Китая, считая, что это не просто так, следуя логике пословицы «бойся донайцев, дары приносящих». Есть и антикитайские настроения, особенно в Казахстане и Кыргызстане, и этими настроениями можно манипулировать. Поэтому, хотя на сегодняшний день на уровне правящих элит Китая и Центральной Азии все очень-очень хорошо, Пекину не стоит рассчитывать на полную лояльность местных элит. Ситуация может поменяться, как мы это видели в других частях мира. Продолжение следует...